Еще шаг к борьбе с продажными чиновниками. Антикоррупционные детективы сегодня присягнули на верность Украине в присутствии президента. Правда, работать полноценно новосозданное бюро пока не может. В чем загвоздка? И когда все же взяточников начнут ловить за руку? Узнавала Анна Карпова. По уровню коррупции в международном рейтинге Украина занимает место рядом с Угандой и Бангладешем. За пять лет поднять страну до уровня развитых европейских государств задача Национального антикоррупционного бюро. Сегодня его детективы приняли присягу. Охранять права, свободу и законные интересы граждан. Сумленно выполнять свои обязательства. Присягнули! Они официальны и серьезны. Из 70 детективов присягу принимают меньше половины. Это те, кто уже прошел проверку на детекторе лжи. В рядах новых госслужащих пока всего три девушки. Но они уверены, пол в этой работе не главное. Я думаю, каждая девушка, а также каждая хлопец, который подавал документы на конкурс, сам обирал. То есть, нужно ему это или нет. Поэтому уже, кого выбрали, того и брали. Детективов напутствует лично президент Украины. Ведь это он инициировал создание Национального антикоррупционного бюро. Его сотрудников Порошенко называет спецназом, которому полностью доверяет. Спецназ, который общество приняло, научило, доверило и отрядило на борьбу с коррупцией. Вам и задекларовано амбитную мету. Еще с 1 жовтня 2015 года распочать полноценный процесс расследования и до конца года направить первые дела к суду. После торжественной церемонии Порошенко предлагает детективам задавать вопросы. Из зала сразу уточняют, на каких отраслях им заострять внимание в работе. Президент дает задание не зацикливаться на мелочах. Это работа с акцизом. Это отшкодование ПДВ. Это неэффективное коррупционное управление государственными активами и государственными предприятиями. Если коррупционные потоки с горы будут идти не обмеженно, а мы будем заниматься дебницами, то мы очень быстро потеряем доверие в людей. Больше вопросов из зала не прозвучало и все разошлись. Президент по государственным делам, а спецназ детективов собирает досье на известных политических и общественных деятелей. Я буду задоволен тогда, когда они покажут первый раз от работы. Сегодняшний день это просто отбитка начала. Полноценно начать работу детективы пока не могут. До сих пор не назначен антикоррупционный прокурор, который даст возможность расследовать преступления нечистых на руку чиновников. Президент заверил, конкурс на эту должность начнется в ближайшие недели. Анна Карпова, Виктор Белогорцев. События. Канал Украина. Анна Карпова, Виктор Белогорцев.